Друзья, всем привет! С вами Мотоарена. Наш мотосалон находится по адресу Проспект Победители 84 в Республике Беларусь в городе Минске. Большое количество вопросов, которые мы часто слышим, связано с тем, как же оформить документы, какие документы необходимы для постановки мотоцикла на российский учет, если вы покупаете его в Беларуси. В этом коротком видео я постараюсь ответить на основные вопросы, которые мы слышим каждый день. Давайте для начала разберемся, как же происходит сама сделка. Вы находите наше объявление на Авито, либо вы нашли его на Автору, решили приобрести мотоцикл, позвонили, менеджер вам отправил максимально подробное фото, видео по мотоциклу, рассказал его историю по обслуживанию, что с ним было, как с ним было. Полностью все это мы не скрываем и все это рассказываем, как есть. Всегда советуем обращаться к независимым мотоподборщикам, дабы они тоже к нам приехали, осмотрели мотоцикл, дали вам свой отчет. И на основании этого вы уже примете решение о его покупке. Второе. Нам необходимо оформить документы, нам необходимо совершить оплату. Давайте по оплате и поговорим. Мы с вами заключаем договор купли-продажи. Договор купли-продажи вы можете оплатить как на территории России, прямо в Сбербанке, просто путем перечисления денег на наш расчетный счет. Либо же вы можете приехать к нам в Минск в салон и оплатить этот мотоцикл точно так же в абсолютно любом белорусском банке. Продаем как за белорусские рубли, так и за российские рубли. Что наступает потом? Потом необходимо будет мотоцикл доставить к вам в Россию. У нас есть доставка к Москва, Питер, это каждую неделю. Другие регионы мы отправляем транспортными компаниями. Об этом вам уже менеджер расскажет подробнее. Ну что, теперь вас можно поздравить, у вас уже есть мотоцикл, вы его оплатили, у вас есть договор купли-продажи. Теперь нам необходимо получить электронный ПТС. Для того, чтобы получить электронный ПТС, вам понадобится, во-первых, сертификат безопасности конструкции транспортного средства, он же СБКТС. Как получить СБКТС? СБКТС получается лабораторией, которая оказывает данные услуги. Если вы хотите пройти СБКТС самостоятельно, пожалуйста, найдите в своем городе лабораторию, пускай они вам все сделают. Если же вы хотите, чтобы СБКТС сделали мы, такая возможность тоже есть. Сертификат безопасности, который выдается в Белоруссии, он точно так же действителен на территории Российской Федерации. Для того, чтобы получить СБКТС, вам понадобится, во-первых, это таможенное удостоверение и таможенная декларация. В получении этих документов вам поможет ваш таможенный брокер. После того, как мотоцикл получил сертификат безопасности, как правило, занимает это до 5 рабочих дней, мы уже можем приступать к получению электронного паспорта транспортного средства. Итак, давайте подведем итог. Какие же документы вам понадобятся для того, чтобы поставить мотоцикл на учет? Вы приехали в Беларусь, у вас будет техпаспорт. По-белорусски называется техпаспорт, в России это называется СТС. Очень важный момент, что техпаспорт должен быть разрезан. И внутри должна стоять печать о том, что мотоцикл снят с учета, если он стоял на учете. Договор купли-продажи. Документ, который подтверждает юридически то, что вы приобрели технику. Это сертификат безопасности конструкции транспортного средства. И, соответственно, уже после этого вы получаете электронный ПТС. Едете в ГАИ и ставите мотоцикл на учет. В этом небольшом видео я постарался развеять все страхи и сомнения, которые касаются оформления документов. Поэтому, друзья, за лучшими проверенными мотоциклами будем вас ждать в Минске по адресу проспект Победителей, 84, мотосалон, мотоарена.